Почти 250 школьников со всей России отправились на летний отдых в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Путешествие ребят в международный лагерь Сан-Де-Вон началось из аэропорта Владивостока. Обратно дети прибудут в Россию 2 августа. Сегодня такой знаменательный день в истории Приморского края, в истории развития наших отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой. После длительного перерыва, вызванного ковидом, вновь, как и прежде, дети из Приморского края, из всей Российской Федерации, отправляются на летний отдых в детский оздоровительный центр Сан-Де-Вон в Корейской Народно-Демократической Республике. После того, как в конце прошлого года губернатор нашего края посетил Северную Корею и вновь переговорил о том, по каким направлениям будут развиваться отношения между нашими регионами. И вот в сфере гуманитарного сотрудничества наибольших успехов нам удалось добиться, в том числе в отношениях между детскими организациями. Ребят в Сан-Де-Воне ждет насыщенная программа купания в чистейшем море, плавания на парусниках, посещения океанариума, занятия альпинизмом, стрельба из лука. Также запланированы игры в футбол, волейбол, настольный теннис и многое другое. Ребят ждет хорошая, веселая, запоминающаяся смена, потому что там у них и экскурсии в Пхеньяне, и посещение горнолыжного курорта Масикрён, где они покатаются на канатной дороге. Они посетят зоопарк, они побудут в Мангеденском дворце пионеров и школьников. Аквапарк, горки, бассейны, День России, День Кореи, русская кухня, дискотеки. Это все для наших деток приготовили замечательные наши друзья и партнеры с Корейской Народной Демократической Республики. С собой школьники везут различные национальные атрибуты, балалайку, костюмы и другие символы необъятной России. По словам юных любителей приключений, путешествие в КНДР интригующее и долгожданное. Вообще это очень необычный опыт, не всем дано вообще поехать в КНДР, потому что я знаю, что ребята чаще всего ездят из Приморского края. А так как я из Санкт-Петербурга, у нас был огромный отбор, это вообще необычная возможность. И для меня это была как бы возможность очень такая большая, потому что было три тысячи с половиной участников и выиграло только 50. Вот, и мы вот прошли, нам все оплатили, мы бесплатно поедем. Я занимаюсь танцами уже с самого детства, лечу в лагерь, чтобы набраться самых ярких эмоций, чтобы увидеть для себя что-то новое. Также со своей напарницей, с которой я лечу, мы везем русский народный танец, чтобы показать другим детям из разных регионов и стран, на что мы способны. Я еду с национальным костюмом, буду показывать историю нашего региона, как он выглядит через национальный костюм, попробую им рассказать об этом. Вообще хочется покумуницировать с людьми, с детьми, потому что это очень интересно. То есть я никогда в жизни не видела северокорейцев, и мне очень интересно попасть в КНДР, это прямо моя детская мечта. В это же время Приморье принимает учащихся русского отделения училища иностранных языков при Пхеньянском университете иностранных языков. С 14 июля по 3 августа ребята отдыхают во Всероссийском детском центре «Океан» на смене «Дети мира». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин